Парадоксальная ситуация в Бердске. Местные власти обязали жителей снести собственный дом, вместо того, чтобы включить его в программу по расселению ветхого жилья. Фонтан нечистот в заливе Пашинлок не могут заткнуть целый день. Конзальционные сбросы Уходят в Обское море и угрожают экологии. Долой цепи, колодки нет столбам, железом, лягушкам. Новосибирск расчищает стихийные парковочные места, демонтирует незаконные конструкции. И снова с вами Новосибирские новости. Здравствуйте. 20 минут посвящены обзору главных событий. В высшей мере странная ситуация сложилась вокруг одного из домов в Бердске. Его жители обратились к властям с просьбой внести их дом в реестр ветхого жилья, а в ответ им предложили снести здание самостоятельно. Или же отремонтировать, опять же, самим. Или продать и на вырученные деньги купить себе новые квартиры. В общем, ваши проблемы вы решаете. В гостях у возмущенных таким оборотом дела Бердчан побывал Алексей Фазлеев. Вот пришло такое письмо, жилищный отдел. Называется «Письма счастья». Но радости эти послания у жителей аварийного дома не вызывают. Они ждали сообщения о скором переезде из разрушающейся двухэтажки. А в почтовых ящиках оказалось совсем другое. Администрация Бердска не предлагает, не просит, а именно требует от собственников снести аварийный дом своими силами. Они признали сами, что наш дом аварийный. Почему мы должны сами сносить? Почему? Вот это непонятно. Это вот абсурд. Ну кто может такое сделать? У нас своя техника должна быть, у нас всё должно быть своё. И что мы? Вот три калеки соберёмся и что мы сделаем? В восьмиквартирном доме живут в основном пенсионеры. Письма из администрации пожилых людей повергли в ужас. Пришлось пить успокоительные. Вот она посмотрела такое письмо и в шоке вся. Она вот сразу такие глаза, это самое, и «А что ж я буду делать? Так я ж я буду жить». Правильно у меня муж сказал? Говорит, вы сначала нам дайте жильё, а потом, говорит, уже это самое, пишите такие письма. Квартиры обитателям аварийного дома обещали с 2008 года, когда постройку признали опасной и непригодной для жилья. Кстати, дом в 50-х годах прошлого века строили как времянку, то есть основательным его считать нельзя было даже тогда. Жильцы полвека как могли собственными силами ремонтировали дом. Даже усиление стен сделали. Вот они, две металлические стяжки идут вокруг всего дома. Но даже металл не в силах сдержать разрушение. Здесь вот начала образовываться вот трещина, вот она уже наметилась, то есть сверху вот она пошла, вот она уже есть. Там верхние маяки показывают, что пока они без изменений. Стеклянную мозаику сотрудники управляющей компании расклеили по всему дому. Так следят за трещинами. За три дня стена лопнула вдоль и поперёк. Но чтобы доказать, жить в таких условиях опасно, пришлось делать независимую экспертизу за 55 тысяч рублей. Мы совместно с собственниками приняли решение о том, что необходима экспертиза для ускорения процесса. Мы её сделали. Документы отправлены в администрацию. Теперь всё дело только за ними. Когда они найдут возможности переселить людей. Судя по содержанию писем, переселять людей не собираются до 2017 года. По крайней мере, именно такой срок на решение квартирного вопроса дали собственникам бердские чиновники. Более того, они считают, что люди ещё и благодарить их должны. Как раз вот этот срок есть у людей для того, чтобы они сами что-то порешали. А может, они считают, что у них там миллионы стоит земельный участок, миллионы, как они обычно нам говорят. Но продайте его застройщику, ваш земельный участок очень дорогой, чтобы он на этом земельном участке построил большой дом, допустим, и предоставил вам квартиры. То есть это законодательство нас обязывает. Это мы не придумали сами. Парадокс. Но формально власти досконально следуют параграфам жилищного кодекса. Требования о сносе домов своими силами получили сотни берчан. Казус ещё и в том, что письма пришли только владельцам приватизированных квартир. А ведь под этой же крышей живут и люди без права собственности. Крючкотворство чиновников заставило людей досконально изучить законодательство. И теперь они догадываются, к чему все эти бюрократические тонкости. В 2015 году кончается программа расселения ветхого жилья. И мы можем, не приняв никаких мер, попасть в неё. И действительно, расселять аварийное жильё слишком хлопотно. А соблюдение формальностей позволяет аж на пять лет забыть о разрушающихся домах. Алексей Фазлеев, Олег Макаров. Новосибирские новости. Тем временем власти Новосибирска ставят перед собой задачу расселить 300 ветхих домов за три года. Об этом сегодня заявил мэр на совещании, посвященном итогам работы строительной отрасли за прошлый год. Видим перспективу трёх лет. Но этой перспективы трёх лет явно недостаточно. Поэтому ставим задачу для себя реализовывать эту программу, в то же время в ходе реализации найти пути её увеличения, её темпу. Речь идёт о домах, которые износились более чем на 60%. Уже на днях районной администрации назовут первые конкретные адреса домов под снос. А в начале февраля Департамент земельно-имущественных отношений объявит план торгов на участки, востребованные застройщиками. Ветхие бараки будут сносить даже в том случае, если на их месте больше ничего нельзя построить. Жители залива Пашин-Лок находятся буквально на грани экологического бедствия, причём далеко не первый месяц. Блеслежащий водоём, который некогда был чистым, буквально утопает в грязи. Прорыв канализационной трубы, который случился сегодня, лишь ярче обозначил проблему. Над посёлком Зловоние нечистоты льются потоком и уходят в Обское море. Моей коллеге Анне Перепилюк выпало сомнительное удовольствие ощутить этот запах. Магазин «Удачный» своё название сегодня не оправдывает. Прорвало канализационную трубу. Продавщица Надежда Баранова весь день выносит сточную воду. Вот уже сегодня 48-е ведро выливаю. Ещё неизвестно, сколько таскать буду. Льёт и льёт и льёт. Ещё один прорыв трубы напротив, через дорогу от магазина. Нечистоты стекают прямо в водоём, а дальше в Обское море. И это уже не первый подобный случай. Залив был прекрасный, красивый. До этого здесь живность была, утки, всякие бобры, рыба. Сейчас же мы наблюдаем мёртвую рыбу в заливе. Никакой живности, отвратительный запах. И невозможно жить. Это зимой сейчас запах, и фонтаны бьёт по три метра из трубы, и всё идёт в залив. Привыкли уже к этому, что в заливе не покупаться ни детям, никому. Также на пляже то же самое. Местные жители винят во всём директора насосной станции, которые подключают всё новые дома и коммуникации не выдерживают. Бывший сотрудник предприятия Александр Ефремов показывает причину. Все колодцы в округе переполнены, сливы внутри закрыты. То, что сейчас происходит, полные колодцы. Это, наверное, 2000 кубов в колодцах и в трассе. Ну, а сейчас всё выбегает в залив, обратно всё в залив. Вонь. Кругом вонь. Я живу, у меня дом рядом с КНС, и получается, что дышишь этой заразой. Глава морского сельсовета объясняет, прорвавшаяся труба бесхозная, за неё никто не отвечает. Признание сетей бесхозяйными, от признания до подачи заявления, должны пройти вот эти процедуры, которые я перечислил выше. И в течение года, если собственник не объявится, мы только после этого должны обратиться в суд, чтобы суд признал, за нами право оформления, какие-то, как мы всё скажем. Но пока чинить аварийную трубу некому. Только если сами жители в складчину не наймут ремонтную бригаду. Анна Перепилюк, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Почти сутки 20 домов частного сектора в Зайльцовском районе оставались без света. Электричество не стало вчера в седьмом часу вечера. Без питания остался также источник теплоснабжения. Его заменили резервным дизельным генератором. Причина только одна – неисправность сетевого комплекса. Причина, причем и произошла неисправность сетевого комплекса. Сейчас объяснился. Работают бригады. Пострадали потребители, которые подключены сетям обороны «Энерго». Но зона ответственности здесь, эксплуатационной ответственности, филиала ООО «РЭС». На данный момент электроснабжение восстановлено. Стоит отметить, что это единственный инцидент на этой неделе. Так нам заявили на еженедельном штабе по прохождению отопительного сезона. Работа тепловых сетей в норме. Специалисты Департамента энергетики ЖКХ надеются, что они выдержат и штормовое предупреждение, которое ожидается в конце недели. В метели аварийные службы будут работать в усиленном режиме. Дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза произошло на пересечении улиц Новогодний и Сибиряков-Гвардейцев. Водитель Ипсона не пропустил МАЗ, который двигался в встречном направлении при повороте налево. После столкновения Чувом МАЗа и Ипсона, МАЗ еще ударил стоячий автомобиль, пользуя ШРВ, который стоял на парковке. От удара в легковушке сработали подушки безопасности. Они и спасли виновников происшествия. Многотонный бензовоз в момент столкновения, к счастью, был пуст. На улицах Новосибирска наводят порядок. Сегодня в центре города ликвидировали блокирующие устройства, установленные в парковочных карманах. Напомним, цепи, столбики и так называемые железные лягушки, все эти конструкции на улицах появляются незаконно. Елена Синельникова продолжит тему. В то время как большинство водителей не могут найти мест для своих автомобилей в Новосибирске, особенно в центре, парковочные карманы часто пустуют. Подобные блокирующие устройства сегодня устанавливают повсеместно. Что и говорить, даже у здания управления МВД по Сибири парковка для избранных. А между тем установка блокирующих устройств незаконна. Цепи, столбики и так называемые лягушки, все эти конструкции должны быть снесены. Они установлены владельцами торговых офисов, магазинов. То есть, они устанавливаются не на своей территории. То есть, они незаконно. В войну с захватом парковок новосибирские чиновники и автоинспекторы объявили еще в прошлом году. Обнаружили 15 незаконно заблокированных карманов и выписали предписание о демонтаже. Однако, выполнили их не все. Часть устройств убрали тут же. Остальные, как и эти на Урицкого, пришлось убирать силами города. Впрочем, за работу заплатить придется собственникам конструкции. Оплата услуг по демонтажу будет произведена в кассу муниципального казенного учреждения ДО-1. После демонтажа запорные устройства будут перевезены на специальную площадку, где собственники могут спокойно по требованию получить данные материалы себе для дальнейшего использования. Ну, где-то уже по узаконенной схеме. Впрочем, отношению автомобилистов к незаконным установкам блокирующих устройств, как ни странно, двоякое. Как автомобилист, конечно, плохо. Но если учесть, что, например, у меня работа находится в центре, это, конечно, мне очень удобно. Мало ли, куда-то я уехала. Тем не менее, борьба с самовольными установками, говорят в мэрии, продолжится. В частности, столбики и лягушки скоро уберут с Горького и Чеплыгина. Елена Синельникова, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Почти половина гастарбайтеров находится в Новосибирской области незаконно, выяснили в ходе операции нелегальные мигранты, которые проводят в эти дни. Так, сегодня утром миграционщики совместно с сотрудниками МВД нагрянули на гусенобродский вещевой рынок. Более ста нарушителей. Все выходцы из Южных Республик и бывшего Союза доставлены в полицию. А накануне ночью был задержан автобус с гражданами Узбекистана. Они пытались покинуть Россию. Когда мигранты прибыли к нам и чем здесь занимались, предстоит установить следствие. И это капля в море. Ежедневно специалисты проверяют до 300 иностранцев. И каждый второй из них оказывается нелегалом. Незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, также осуществляющие трудовую деятельность без разрешающих документов. Часть людей, у которых не соответствует цель въезда на территорию Российской Федерации. Ну и часть иностранцев, процентов 10-15, попадаются без документов. И в продолжение темы, но уже скорее со знаком «плюс». Смягчить условия для переселенцев соотечественников собирается в ближайшее время. Это поможет вернуть на родину как минимум полмиллиона человек. Пока же российское гражданство получили только 100 тысяч. И почти 10% из них стали жителями Новосибирской области. В основном это инженеры, медики, научные сотрудники. Анкеты из других государств поступают до сих пор, говорят в Министерстве труда. Но получить российский паспорт получается не у всех. О тех, кому отказывают, и о тех, кто все же смог вернуться на родину, в материале Анны Кондратенко. Семья Инны Тодор вернулась в Россию спустя 20 лет. Здесь она, ее супруг, врач-стоматолог, родились, учились. Но в 90-е, как тысячи других, эмигрировали в Израиль. Здесь, я считаю, моя родина, что я здесь родилась. Трое из моих детей маленьких, они живут со мной здесь и счастливы. Здесь были их мечты. То, о чем они мечтали, заниматься, даже здесь видно частично, заниматься в изо-студиях, но на высоком уровне, заниматься спортом. Это то, что сегодня они здесь имеют. Экзамен по русскому языку семья Тодор сдала без проблем. Это одно из условий для переселенцев. Точно так же, как наличие высшего или среднеспециального образования. По этому параметру Новосибирская область в лидерах. В регион едут медики, инженеры и молодые ученые. Большинство – граждане соседнего Казахстана. Но есть и переселенцы из Германии, Греции, Белоруссии, Молдовы. За четыре года в Новосибирск приехало почти шесть тысяч человек. Еще две тысячи сделают это в течение года. Между тем, десяти процентам желающих сменить место жительства отказывают. В основном из-за возраста и финансовых проблем. Вторая причина – это явное желание влезть в программу, я хоть не люблю этого слова, но скажу его, гастарбайтеров. Получить российский паспорт по упрощенной схеме и просто приезжать сюда на заработки. Мы очень четко с управлением ФМС по Новосибирску области здесь анализировали анкеты, отслеживали и исключали возможности. В семье Тодор программа по переселению соотечественников помогла решить бюрократические проблемы. Быстро получить российский паспорт, устроить детей в школу. Кроме того, государство уплачивает всем переселенцам подъемные 60 тысяч рублей и компенсирует расходы на транспорт. Области добавляют к этому еще около 40 тысяч на жилье. Правда, для врачей-переселенцев из Израиля этот вопрос остро не стоит. Для них важнее проблема менталитета. Ну, Восток – это Восток, Запад и Запад. Как сказал Киплинг, вместе им не сойтись. Ну, вот они у меня никак не сошлись. За 20 лет я себя не смог перестроить, жить на Востоке, поэтому давно была мысль уже уехать куда-нибудь на Запад. Но Запад для нас был Америка в силу многих причин. Ну, а потом так получилось, что мы развернулись на 170 градусов, приехали в Новосибирск. В ближайшее время условия для возвращения на родину собираются упростить, ведь по планам вернуться должны минимум полмиллиона соотечественников. Пока же российское гражданство получили только 100 тысяч человек. Анна Кондратенко, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Уникальный детский сад открыли сегодня в микрорайоне Березовый. 300 новоселов этого микрорайона в возрасте от 2 до 7 лет теперь смогут не только заниматься своими обычными детсадовскими делами, но и посещать хореографические классы, заниматься музыкой и даже ставить опыты в экологической лаборатории. На новоселье побывала Ольга Маховская. Маленький Тимур с любопытством изучает новые игрушки. Его родители радуются. Только переехали в этот микрорайон, как тут открыли новый детский сад. Нам приходилось сюда ездить 4 остановки, а здесь мы буквально дом рядом с садом. Конечно, отличное впечатление, потому что все новое. Есть тот материал, которого не было в старом нашем саду. Две из-за студий – музыкальные, спортивные и выставочные залы. Есть даже зимний сад. Скоро здесь оборудуют лабораторию, в которой дети под руководством воспитателей смогут проводить различные опыты. Здесь у нас есть растения, которые дети могут потрогать руками. Здесь будут проводиться занятия по экологическому воспитанию и по развитию естественно-научных представлений. Особую восторгу малышей и родителей вызывает специальная комната отдыха. Сенсорная комната, комната для релаксации. Сюда могут приходить не только дети, но и сами воспитатели. После трудного рабочего дня можно отдохнуть в так называемой зоне дождя и грозы. Для реалистичности здесь даже сверкает молния. Таким функциональным наполнением был удивлен и мэр Владимир Городецкий. Много вспомогателей, много таких изысков, которые, ну вот из-за, как бы, это, футболеропический, там, так далее, у нас шли, бассейн. Что примечательно, из-за близкого расположения основных коммуникаций удалось удешевить строительство. Если в среднем одно место в новом детском саду обходится городу в 750 тысяч рублей, то здесь удалось вложиться в 600 тысяч. Это как раз пример того, что мы последовательно идем, реализуем ту программу нехватки мест в дошкольном образовании. И считаем, что это очень такое, ну, высокоэффективное вложение капитальных ресурсов. Уточняем с точки зрения, что программа этого года, 13-го, она должна быть достаточной, чтобы выполнить указ президента. В 2016 году не иметь дефицита мест для детей от 3 до 7 лет. Теперь планировку этого объекта возьмут за образец при строительстве новых дошкольных учреждений. Место для следующей стройплощадки в Первомайском районе уже зарезервировано. Ольга Маховская, Максим Федосеев, Новосибирские новости. В Новосибирском театре музыкальной комедии прощались с актером Сергеем Плашковым. Он отдал родной сцене почти 30 лет жизни, был лауреатом многих театральных премий. И до последних дней оставался ведущим солистом труппы. На церемонии прощания с актером побывала наша съемочная группа. Сегодня в театре не будет репетиций, отмененный спектакль. Это самая свежая премьера сезона. Оперетта Франц Элигара «Веселая вдова». Именно в этом спектакле Сергей Плашков сыграл свою последнюю роль. С утра с букетами цветов в театр идут костюмеры, монтировщики сцены, музыканты оркестра. С Сергеем Плашковым прощаются не только актеры, а весь театр. Он был не просто ведущим артистом в мускомедии. На таких, говорят коллеги, держится сцена. Актер был занят в 14 спектаклях текущего репертуара. Без его участия не проходила ни одна громкая премьера. Я просто не верю. Хочется проснуться, открыть глаза, сказать, что не бывает так. Просто уходит человек внезапно. Мы только что отыграли спектакль 20-го числа вдвоем. Я премьеру играл. Сережа чуть где-то полтора года не работал этот спектакль. И снова как считай. Это все как снова. Мы отыгрались блеском. Все хорошо. Расцеловались, обнялись и разошлись. И вот тебе. Это страшное дело. Все коллеги подчеркивают многогранность его таланта. Сергей Плашков с успехом играл в мюзиклах, опереттах, музыкальных комедиях. Обладатель яркого вокала и выразительной пластики, он создавал образы, не похожие один на другой. Зетта, веселый вдове и барон в Мистере Икс, судья в Тетке Черлея и крокодил в детском спектакле «Слоненок». А в роли помещика Троекурова в мюзикле «Дубровский» публика увидела незаурядного драматического актера. Во многих спектаклях, в которых обычно, как правило, в музыкальных театрах бывают два, а то и три состава, Сергей Плашков был единственным. Он был по-прежнему незаменимым. И практически многие спектакли, которые сейчас остались после ухода Сергея Плашкова, они остались как бы вот с такой зияющей брешью. АПЛОДИСМЕНТЫ На этом все. Также картина дня на радио «Городская волна» 101.4 FM. Много интересного на сайте «Новосибирской новости». Здесь, в частности, о том, почему Владимир Путин написал предисловие к сочинению новосибирской школьницы. А я с вами на этом прощаюсь. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова